К этому событию в национальных пунктах Новогорского района были готовы. До этого были почти во всех селах образованы отряды народного ополчения. Эти отряды народного ополчения были образованы на примеры города Хасают. Когда я работал в Ирбанке в городе Хасают, и на моих глазах в начале августа месяца, когда в Тайваки торгались в Сумадинский и Больденский район, когда здесь в Хасаюте был образован отряд самообороны в количестве более 6000 человек. Вот на этом примере мы очень видели, как образовались эти отряды, как люди реагировали на это, и были в каждом населенном пункте вот такие отряды самообороны. До прихода федеральных войск, хотя действия военные начались 5-го числа, а вот федеральные войска Сумадинского и Больденского района были перетянуты сюда, на Улазский район только к седьмому числу, через двое суток. А так и руководство района, и руководство республики и тогда, и чувство того, что за нами, как неприступная крепость в городе Хасают, нам придавали, конечно, силы. Нам придавали силы. И были вот контактные бои. Были вот именно в нашем селе, в Северного Чутах, где к тому времени уже к 6-му, 7-му сентября, туда начали стекаться добровольцы с разных районов, с разных городов. Вот отсюда с Северного Чутах, были с Северного Чутах, были с Гумбетовского района, были даже с Хонзасского района Дербента. Были вот ополченцы, которые добровольно приехали к населению и вступили в отряд ополченцев. Плюс в это военное время, как говорится, у нас был и надежный тыл. Надежный тыл. Хозяйство района помогали продуктам питания. И большую помощь мы ощутили со стороны города Хасают. И здесь был комитет женщин. В 10-й школе этот комитет был образован, комитет женщин был. Женет Мурагова, она разговаривала этот комитет, и они привозили на поле боя, привозили на территорию, где была война, продукты, которые будут питания. Если сказать о самих событиях, да, было много потерь, много потерь было. Были потери среди работников милиции, были потери среди мирного населения, где-то более 30 человек мирного населения, где-то 5 дней. Но у вас проблемы, погибли. Но не весь потерь обошлось и в составе федеральных войск. Тоже были потери, это на наших глазах, потому что эта война была на наших глазах. Мне лично в тот день удалось из-под БНТ, который перевернулся, обрыв упал. Я лично организовал в тот день спасение этих людей. Четверо погибли, но 6 человек из этой войны были спасены и доставили в городскую больницу. Вот такие эпизоды были у нас на войне. Но главное, этот день, не 5 сентября, не в последующие дни ни один человек, ни один человек из мужского населения, ни один человек добровольно своей позиции не оставил. Хотя не у всех было оружие. Оружие нам дали и военкоматы, и МВД дали оружие, что у меня оказалось определение, но ни один человек не показал свою слабость. Если даже среди них были слабые люди, они остались до конца на этой войне. Потому что все знали, что эта война была против Дагестана, эта война была против целостности России. Именно в этот момент люди, простой народ, ополчились и показали свое мужество, показали свой патриотизм и отстояли с собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова